Приветствую вас. Знаете, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которые вам стоит обратить внимание, как минимум. Первое, это то, что для, как вы говорите, состоявшейся женщины, в которой вы себя позиционируете, вы ведете себя слишком, я бы сказал, эмоционально. То есть, стоило мужчине один раз вас поцеловать, и вы, по сути, погрузились в страсть. Это первое. То есть, состоявшийся человек, как правило, ведет себя несколько более спокойным, что ли. Вот. Это первый момент. Второй момент. Я хотел бы обратить внимание на ваш возраст, вам 41 год. Для женщины очень часто это пик сексуальности, вот, пик ее сексуальной активности, вот. И, скорее всего, именно вот, что сексуально ваш муж вас не устраивает. То есть, это очень, эээ, вот, что называется, это очень, эээ, похоже на, эээ, именно сексуальное влечение только, и все. Эээ, потому что во всем остальном, как вы говорите, у вас вроде бы все в порядке. Следующий момент, следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, эээ, связанный с тем, что ваш муж постоянно рядом. И, как мне кажется, это несколько, эээ, неуважительно, по отношению к вашим личным границам. Потому что, ну, все-таки какое-то уважение к, эээ, ну, границам, эээ, значит, должно быть. Вот, эээ, по крайней мере, я так, вот, думаю. И вас это может, эээ, напрягать, вас это может, эээ, подавлять, вас это может, эээ, не устраивать, вас это может беспокоить, вас это, вам это может не нравиться. То есть, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, все довольно логично. Вот. Ну, конечно, понятно, да, что, как бы, причины могут быть разные, да, не только, а вот такие, конечно. Ну, тем не менее, тем не менее. Эээ, мне думается, что, эээ, хоть это прозвучит, прозвучит, возможно, и банально, мне думается, что вам чего-то не хватает, ээ, в отношениях с вашим мужем, что, эээ, такая, эээ, ситуация, в принципе, стала возможной для, для вас. То есть, ситуация, когда, эээ, вы, вот, эээ, ну, влюбились в, эээ, человека, да, эээ, в другого человека влюбились. Причем, что, наверное, вы даже сами понимаете, что это, эээ, никакая не любовь, это просто секс, это просто страсть и все. Так, по крайней мере, это выглядит. И, как мне кажется, очень важно вам на этот момент обратить свое внимание. Потому что, если, если вы этого не сделаете, то, ну, в прямом смысле этого слова, вы можете разрушить, эээ, и свою семью, и семью мужчины. Вот, чего, я уверен, вам бы не хотелось. Эээ, так, давайте теперь по порядочку пройдемся. Эээ, значит, мне 41, и мы 47, и обоих семи дети, причем теми, кто хорошо, любовь, уважение, секс. Ну, и насчет любви и уважения, эээ, я ничего не скажу, потому что не знаю насчет любви, насчет любви и уважения. Эээ, то есть насчет любви, секс, ничего не скажу. Эээ, а вот насчет ээээм, уважения, я бы их, наверное, сказал бы, потому что то, что вы описываете, то, как вы описываете. Ээээ, ситуация, к сожалению, не выглядит, эээ, так, что, ээээ, ну, ваш муж, да, вас уважает. Потому что стоянность находится с вами рядом. То есть это, ну, на мой взгляд, ээээ, на мой взгляд, это проявление, скорее, не уважение. Вот, на мой взгляд, ну, по моему мнению, я не буду, ээээ, наверняка утверждать, да, ну, просто, по моему мнению, это так выглядит. Потому что, эээ, когда уважаешь эээээ... человека, ээээээ... человека, эээээээ... за человек, ээээ. Вот, то, ээээээ, ну, как правило, наверно, подволяешь ему быть, собой, подоляешь ему ээээээээээээээээээээээ. как-то вот находиться, находиться в постоянном компакте, да, вот и так далее. То есть это, значит, уважение, здесь есть вопросы, конечно. Дальше, значит, живем в достатке, не надеемся, еще мы вместе с работой, я мой мужчина друг, мы еще и семьями дружим 15 лет, отдыхаем вместе с мироздением, вместе и т.п. И вот после 15 лет дружба, одна за уходя, одна за домой он поцеловал меня, я не отказал. Ладно, скорее, понятно, вот здесь к вам вопрос, к вам вопрос, скорее. А почему вы не отказали? Вот именно вы почему не отказали? Могли бы отказать, да, но не отказали. Почему? В общем, значит, вам, ну, скорее всего этого хотелось. Вот. А если вам этого хотелось, то надо бы понять, чего именно вам хотелось. В чем именно вынуждать и нуждает вероятнее всего до сих пор. Вот. Мне кажется, это крайне важный момент для вас. То есть, по ощущениям, да, по ощущениям, по ощущениям, вы уже были готовы к тому, что человек вас поцелует. И вы не, ну, вы не сопротивляли. Вам этого хотелось. И допустить, что это произошло случайно, да. Вот именно, что это случайно. Я, честно говоря, не могу. То есть мне кажется, что это не случайно. Поэтому были какие-то предпосылки. Дальше. Это случилось три месяца назад. Я потом начала читать психологов, а еще создала секретный чат и призналась ему, что он скружил мне голову. Ну, смотрите, если честно, я не очень понимаю, зачем вам стать психологом, да. Какой цель вы ей? Считать у психологов, психологов не нужно читать. С психологами не работают. Вот. Это первое. Вот. Это первое. Второе. А в какую цель вы, значит, начали читать их? Что вы хотели получить для себя, может быть, узнать? Вот. И так далее. Это очень важный момент. Дальше. Вы создаете секретный чат и, значит, пишите мужчине, что он скружил вам голову. То есть, по сути, вы делаете первые шаги к мужчине. А кофе на это указывает на дождь, у вас, опять же, пик сексуальности активен, да. Вот. И так далее. Опять же, с какой целью? То есть, почему, например, вы не выждали, чтобы человек, ну, допустим, не знаю, чтобы человек, к примеру, сам с вами связался и так далее. То есть, это такая нехватка чего-то свежего. Это такая нехватка у вас какой-то, что называется, свежей струи в жизни. Да. Или, может быть, это что-то ещё. О чём вы здесь не пишете. Потому что фит... Эм... выглядит сложнее, чем... Видите, представляется здесь... Дальше. Так. Так, мы общались, я писал много, он отвечал не на все, опять же, с тем это связано. Делали, а, где-то, э, так, делали аккуратно, так как мой муж возле меня 24 на 7. Ну, вот это, а, собственно, то, о чем я говорил, что он уважение, вот при уважении, да, 24 на 7, любимый человек находиться не должен. Опять же, это понятно, что, там, допустим, сейчас, грубо говоря, именно сейчас карантин, и люди сидят дома, и сейчас, как бы это, ну, более понятно, да, вот, но если подобная ситуация у вас происходила и до карантина тоже, то, вот, с уважением, по крайней мере, к личным границам, где за меня вопросы, вопросы серьезные, вот. Потому что, если наши личные границы не уважняются, или это склон, склонны, например, себе подавлять, то, ну, вот, это проблема, и проблема серьезная. Опять же. Вот. А, дальше. Так. Я писал много, он отвечал не на все. Так. Я задавал вопрос, почему и зачем он это сделал, но он сказал, что я жене-другу не хочу, давай приготовим почву, чтобы заняться свинь-свиньком. Смотрите, здесь вы в какой-то степени двигаетесь опять же в сторону от себя. Вы спрашиваете, зачем он это сделал, но не спрашиваете себя, почему вы не отказались. И это важный момент. Вы пытаетесь опереться на другого человека, в том числе и в дальнейшем, ну, дальше вы пытаетесь опереться на другого человека. Вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Но не на себя. И это проблема-проблема. Понимаете? То есть вам нужна некая условно подпитка, да, подпитка нужна для того, чтобы, ну вот, получать какую-то уверенность о себе. На себя опираться, повторюсь, вы не можете, если почему-то. И о своих реакциях вы не задумываетесь. Но при этом он спрашивает мужчину. Дальше. Его жена, моя подруга, отказала. Мой муж сказал, я люблю эксперименты, надо подумать. Даже позвал их пару в спин-клуб съездить, но они отказались. Но это странно. То есть как бы для друга это несколько странно, потому что если бы он хотел действительно спин-клуб, то надо было бы жену уговарить. Ох, почему отказались, не понятно. Ох, просто два месяца вялых переписка, больше ничего. Почему бы понимали, что надо с этими играми заканчивать. Закончить вот этими играми, как вы говорите, нелегко, достаточно. Самый слаб. Игры эти связаны с тем, что вам не хватает. Понимаете, какая штука. И вам не хватает и мужчины тоже. Но вам, как я думаю, не хватает больше, в большей степени. Потому что вы ведете себя более активнее. Вы ведете себя более эмоционально. Вы ведете себя более заинтересованно. Давайте, как бы, ну, называть вещи своими именами, да? Будем. И у этого, опять же, есть причина. И до тех пор, пока, до тех пор, пока, ситуация будет сохраняться. То есть пока, вот, ну, все, грубо говоря, конфликты, скажем так, все конфликты. Которые есть у вас, а вам. Пока эти конфликты будут иметь место, вы не сможете никаким образом эти игры, как вы их называете, закончить. Потому что вы будете в них нуждаться. Так как, как вы нуждаетесь в общем-то, в общем-то, сейчас, как вы нуждаетесь в общем-то, в мужчине и так далее. То есть эта начальность никуда не уйдет, не исчезнет сама собой. Вот. К сожалению, там, или к счастью, я уж не знаю. Вот. А, говоря, что это игра, вы всего лишь массово, ну, обесцениваете, вот, в какой-то степени, то, что вам хочется, то, что вам нужно, то, что вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Так. Значит так. Так. Случился казус. Поехали мы с семьями на турбаллы. Наши взгляды. Мы утонули друг в друге. Получилось удивительно 5 минут. Он славал мою грудь и на этом опять пропасть. Ну, смотрите. Да. Как бы ситуация здесь такая, что вы говорите, с играми надо заканчивать, но получился казус. И опять же, получилось уединиться на 5 минут. То есть, несмотря на то, что игры вы прекратить хотите, да, вот. Несмотря на это, вы уединяетесь на 5 минут. Вот. То есть, это опять же, момент такой, достаточно важный. Это противоречие, и вам это противоречие нужно для себя, как бы, разрешить, да. Потому что, оно, как бы, ну, действительно здесь играет роль. И опять пропасть. Вас ничего не связывает, кроме сексуального вовлечения. Получается. По сути. Я. Вот. И это, к сожалению, тоже проблема. Вот. Проблема является и той, что, по факту, вы друг друга воспринимаете через контекст отношения с супругами. Так, дальше начнем. Ну, нас же искренне заметили мой муж еще пару человек. Спросили, что между вами. Конечно, мы сказали, не говорите ерунды. Вот. И с доверием между вами, если Богом научилось, муж стал за вами следить. Вот. То есть, тут тоже есть проблемы, потому что... Муж предпочитает за вами следить, а не, значит, не выяснять, в чем, как бы, ну, в чем проблема, да. В ваших, в чем проблема, в ваших отношениях. То есть, почему, например, вы, там, могли бы с кем-то заигрывать, да. То есть, это опять же мой вопрос про любовь. Вот. Про то, насколько между вами тут самая любовь имеет место быть. Дальше. Переписки стали реже, мой муж еще... Так, еще через две недели тоже отдыхали вместе, он опять меня подсловывал, но мы даже не имеем возможности высказаться, объяснить. Ну, я думаю, что тут особо объяснять нечего. Дальше. Я пытался, предложил, когда мой уедет, это крайне редко, с ней с квартир пообщался. Нашел вдруг, когда остались мои приписки, он не выучит, я его добиваюсь. Ну, здесь контекст не очень понятный, не очень понятный контекст, да. Но вот, все в таком духе. Я обиделся, разозлилась. На что конкретно вы обиделись, на что конкретно вы разозлились, давайте разберемся, потому что это очень важный момент. Что конкретно вы разозлили. Удаливаю себе приписку на секретный чат, я же состоявшаяся женщина. Ну, понимаете, женщина бы, состоявшаяся, может быть. А вот, удовлетворенная ли? Вот это вряд ли. Как бы, есть разница между состоявшейся и удовлетворенной женщиной. Вот. Состоявшаяся женщина, вот именно состоявшаяся женщина, если мы говорим про именно состоявшаяся женщина, это больше такой, ну как вам сказать, социальный момент. А удовлетворенная, это больше личностный. И мне кажется, что социальный момент у вас здесь преобладает. Вот. А вам не хватает какой-то такой вот личной удовлетворенности. А, как мы видим. Дальше. А, я, так, а, я не позволю с собой как с игрушкой. Ну, вы сами, мне кажется, ведете себя как игрушка. На работе неделю вообще не смотрела, даже не здоровалась, как будто его нет. Но потом подумала, что это по-детски. Приходила, стала здороваться. Вроде отпустила. И опять мужчины уехали друг другу на дачу. Мы с подружками тоже решили собраться. Я звоню мужу. Разговорим. Слышит рубки его голоса. Он передает мне приветность. Что-то я сейчас сказал. Но муж посмеялся, конечно, повторял его слова. Причем рядом со мной сидит его жена. Он мне не позвонил ни разу. Ну, если вы из пальца высасываете какие-то факты. Опять, для чего вы это написали. Непонятно. Такое ощущение, что хоть что вы пытаетесь, что вы ищите подтверждение чувств к вам, мужчин. То есть не пытаетесь разобраться в себе. А именно, вот, ищите подтверждение. Еще даже не вернулся домой. У меня остался на даче, что это было. Выпил и резко соскучился. Возможно. Но, какая разница. Мы ведь говорим про вас, а не про него. В прошлой неделе я принял решение, после ссоры, больше никогда не посадил звонить. Мой муж позвал их, как их семью в ламбане. Опять взгляды. Подобрал момент. Даже я бы сказал, что подстаю у моего мужа. Попросто меня с него попарить. Ушли в парилку. Значит, там все понятно. И, значит. У вас был секс. Вышли из парилки. Посидели. Проводили с моего гостей. Все. Недорогоп. У нас ничего. На работу не ходим. Не видим с карантии. Я подробную свою историю. Он мучает меня. А нет. Вы мучаете себя сами. Тем, что не разобрали себя. До конца думания, мы хотим быть любовником. То есть, вы готовы быть его любовницей. Почему? Из-за чего? Давайте подумаем, насколько осозненно это желание. А он? Что хочет он? Психологи не могут говорить про третьих лиц. Мы можем говорить только про вас. Как объяснить его поведение? Никакой прописки. А при встрече редких волнов. Но это страсть. Это, как я и сказал, сексуальная неудовлетворенность. Это выглядит вот именно как такой сексуальной пары. Больше. Чем влюбленность. И я не уверен, что вы готовы на самом деле быть его любовницей. Потому что, ну вы же сами сказали, что состоявшаяся женщина и не игрушка. Это первое. Второе. То есть, муж ваш за вами следит на постоянной основе. Это тоже существенно осложняет процесс. Вот. Поэтому мне кажется, что вами обрывает эмоции на фоне определенных кризисов в семье. Вот. Либо достижение вами пика сексуальной активности. Вот. Что вполне нормально. А муж вас удовлетворить не способен. Потому что за время вашего замужества, ну, сформировались какие-то паттерны сексуального поведения между вами. Вот. И именно поэтому муж вас не удовлетворяет. А другой мужчина в плане. Опять же, что-то новое, что-то запретное тоже может быть. Потому что, вполне вероятно, что у вас все достаточно распределено в жизни и так далее. Вот. То есть, вам необходимо, я еще раз повторю, разобраться с тем, что происходит у вас в семье с мужем. Вот. И из этого уже исходить. Вот. А так, как вы это подаете, ну, что-то может быть очень много ошибок вы способны наделать. И будете жалеть, а потом об этих ошибках. Потому что совершили их не совсем сознательно, не очень понимая, чего вы хотите на самом деле для себя. Вот. Мне бы для вас подобного не хотелось. Мне бы хотелось все-таки, чтобы вы, ну, как-то вот более осознанно подходили к этому вопросу. Вот. На этом все-таки я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.